Щелковские депутаты провели 17-е заседание Совета. На нем в рамках контроля за исполнением местного бюджета парламентарии заслушали отчет о соблюдении показателей расходования финансовых средств в первом квартале 2020 года. В заключении контрольной счетной палаты указывается, что эти показатели соответствуют плановым. По доходам из 10 миллиардов 553 миллионов рублей на 1 апреля исполнено 19%, то есть 1 миллиард 995 миллионов. По расходам из 10 миллиардов 941 миллиона 17% или 1 миллиард 813 миллионов. Также на заседании было утверждено положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности городского округа. Этот документ определяет полномочия органов местного самоуправления в отношении имущества для эффективного его использования и увеличения доходов бюджета. Так, Совет депутатов утверждает прогнозный план приватизации муниципальной собственности, формирует порядок создания и ликвидации предприятий, а администрация принимает решения по этим вопросам. Тоже главный документ, потому что сделки, совершенные администрацией, они имеют интерес для избирателей и, естественно, так как контрольные функции не входят в полномочия Совета депутатов, депутаты попросили все равно давать отчет в виде информации и копии постановления главы Совета депутатов для информирования уже населения. На заседании депутаты приняли еще два решения. На 20 августа было назначено проведение публичных слушаний по внесению изменений в устав городского округа. Их появление обусловлено приведением основного документа муниципалитета в соответствии с региональным и общероссийским законодательством. Публичные слушания состоятся в режиме видеоконференц-связи на официальном сайте городской администрации из-за пандемии коронавируса. По той же причине из-за ограничительных мер депутаты отложили празднование дня городского округа до третьей субботы сентября. Андрей Циханович, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.